Гагаринский – самый северный из 12 районов юго-западного округа Москвы. Из основных особенностей – не только хорошая транспортная доступность и близость к историческому центру Москвы, но и разнообразие научно-исследовательских учреждений и памятников архитектуры. Из известных объектов стоит упомянуть – красные дома на улице строителей, которые отметились во многих художественных фильмах. Среди них – популярная детская комедия 1962 года «Веселые истории», а также фильмы «Конец старой Березовки» и версия полковника Зорина. Красные дома появились в начале 50-х годов почти одновременно с высоткой МГУ и стали первыми жилыми зданиями на территории района. Еще несколько лет после окончания строительства жители называли их «домами на семи ветрах», так как в округе кроме них ничего не было. Ближайшие строения стояли у Калужской заставы, сегодня известна как площадь Гагарина. Название получили из-за облицовки – это ярко-красная керамика с белыми вставками из бетона. Перед архитекторами стояла задача – создать типовую серию зданий, которые можно было бы встраивать в разные кварталы, ничего при этом не меняя, кроме облицовки. У каждого квартала мог быть свой цвет. Для экспериментальной серии выбрали красный. Планам по серийному строительству помешала политика борьбы с излишествами – Хрущева. Помимо Гагаринского, три аналогичных дома без закрытых дворов разместили на улицах Бориса Галушкина, Кусинена и Пырьева. По замыслу, заселить красные дома должны были обеспеченные семьи с автомобилями. Для них проектировщики впервые в СССР предусмотрели специальные гаражи, являющиеся частью архитектурного ансамбля зданий. Раньше крыша гаражей была засажена деревьями и беседками. Сегодня это площадка, которая никак не используется. Сам гараж частично отдан под ресторан. С-образная форма домов образует закрытые внутренние дворы. Это озелененное пространство с детскими площадками и фонтанами, в котором не слышен шум проспекта. Квартиры с трехметровыми потолками, просторными кухнями со встроенными мусоропроводами, которые, как правило, заваривали из-за нашествия тараканов. Над арками расположены четырехкомнатные квартиры. Стоимость квадратного метра двухкомнатной квартиры в Красном доме в среднем 270 тысяч рублей. Большой Московский цирк – крупнейший стационарный цирк в Европе. Расположено пересечение проспекта Вернадского с Ломоносовским проспектом. Цирк открыт в 1971 году. Это здание – яркий пример модернистской архитектуры и один из самых интересных и узнаваемых цирков в стране. Купол представляет собой 24 металлических складки с консолью, вес каждой – 300 тонн. Имеет систему из пяти быстро сменяющихся манежей – конный, ледовый, водный, иллюзионный и световой. Это позволило обходиться без длинных антрактов. В закулисной части расположен отдельный репетиционный манеж. Зрительный зал цирка вмещает 3400 человек. С ноября 2012 года цирк возглавляет Эдгард Запашный, художественный руководитель – Аскольд Запашный. Здание Президиум Аран построено в конце 60-х годов. Его масштаб и яркая архитектура олицетворяет вышедший на новый мировой уровень научно-технический прогресс. И сразу отнес здание в ряд уникальных. Сегодня здание Президиума Академии Наук представляет памятник эпохи советского модернизма. Золотое венчание здания вызывает много домыслов. Сложная пространственная конструкция получила в народе прозвище «золотые мозги». Внутри конструкции расположены системы, обеспечивающие работу здания. Зеркальные стекла с микронным внутренним золотым напылением преломляют и отражают свет даже в пасмурную погоду и создают эффект сияния. Часы долгое время не работали по причине отсутствия в их механизме электронных деталей. В 2017 году все четыре циферблата часов были запущены. Малый колокол часов бьет каждую четверть – один, два, три и четыре раза соответственно. Большой колокол отбивает каждый час. В малоэтажной части комплекса размещается концертный зал вместимостью полторы тысячи посадочных мест, зимний сад и внутренний двор со стеклянной галереей, ведущий к лифтовому холлу высотной части. В высотных зданиях расположены административные помещения, а на верхнем этаже – смотровая площадка и ресторан. Отсутствие расположенных поблизости высотных зданий делает комплекс единственной архитектурной доминантой юго-западной части Москвы и одним из акцентов Воробьевых гор. Дом преподавателя МГУ. По адресу Ломоносовский проспект, дом 14. Архитектура дома выдержана в лучших традициях сталинской архитектуры. По общим принципам композиции она напоминает высотные здания. В боковых крыльях по 10 этажей, в центральной части – 14. Квартиры просторные и не очень, с потолками в 3 метра и выше. На кухне также имеется мусоропровод. В доме есть две многоуровневые квартиры с открытой 140-метровой террасой на последнем этаже. Он создавался для того, чтобы в нем жили научные работники главного вуза страны, который к тому времени строился на Ленинских горах. В конце 40-х – начале 50-х годов перед архитекторами ставилась задача. С одной стороны – делать архитектуру по-сталински выразительной, масштабной, выражающей послевоенный триумф. А с другой – постепенно переходить к индустриальным методам домостроения и возводить здания с типовыми элементами. Архитекторы планировали, что этот дом также станет серийным. Такие постройки должны были появляться в дальнейшем по всей Москве. У этого здания возникли два близнеца. Один из них – знаменитый дом-полтинник, или, как его еще называют, дом отставных вождей, построен на Фрундзенской набережной. Второй появился также в Гагаринском районе, как бы в зеркальном отражении на соседнем университетском проспекте. Это дом сотрудников Министерства госбезопасности. Он строился позже, при Хрущеве, когда в стране уже началась борьба с архитектурными излишествами. В результате создание счистили все яркие детали. Облицован он уже не керамикой, а кирпичом, и никаких декоративных элементов не имеет. Кинотеатр «Прогресс» – это здание – еще один интересный архитектурный эксперимент. Перед архитекторами поставили задачу создать простой современный кинотеатр вместо тяжелых сталинских сооружений. Создали простое здание из двух имевшихся тогда в распоряжении видов кирпича – желтого и красного. В декоре фасада повторили сетку с фасада Дворца Дожи в Венеции. Окна сделали из водопроводных бетонных колец. Получились яркие контрастные элементы. Дополнительным украшением фасада было экранное пространство, в котором размещались афиши. Каждая новая фактически меняла облик кинотеатра. На первом этаже располагалось просторное фойе со сценой, на которой перед вечерними сеансами выступал оркестр и вокалисты. Здесь же располагался буфет. К концу 1980-х такие кинозалы утратили свою актуальность. В их здания стали переводить театры. В начале 90-х было принято решение, что в кинотеатре «Прогресс» разместится театр под руководством Армена Джигарханяна, который находится там и сегодня. Московский государственный академический детский музыкальный театр имени Натальи Ильиничны Сац. В 1960-е годы руководителю удалось добиться разрешения построить здание для уже созданного театра на Юго-Западе. Она обратилась к молодому архитектору Владилену Красильникову с просьбой создать проект в готическом стиле. В 1979 году театр переехал в собственное новое здание на проспекте Вернацкого. Фасад театра увенчан скульптурой «Синей птицы», являющейся символом театра. В 2003 году, к столетию Натальи Ильиничны Сац, перед зданием театра ей установлен памятник. На памятнике фигура Натальи Сац изображена с двумя детьми в образах красной шапочки и волка. На площади у театра есть два фонтана – «Бегущие по волнам» и «Музы». Площадь является композиционным центром парка имени сорокалетия ВЛКСМ, который был создан в 1958 году. В сороковую годовщину создание комсомольской организации на месте Большого пустыря. По территории расходится сеть пешеходных аллей и троп. Вдоль аллей установлены лавочки для отдыха посетителей и фонари. Для детей предусмотрена небольшая детская площадка. Спортивные площадки и инфраструктура отсутствуют. С советских лет в парке сохранилось богатое скульптурное оформление. Здесь установлены скульптуры трубач, антилопа и голуби, а также композиция «Дети разных народов» на аллее пионеров. Территория парка занимает около 14 гектаров и является объектом культурного наследия, произведением садово-паркового искусства. Через дорогу от парка находится территория городского дворца детского и юношеского творчества. Она охватывает 44 гектара и представляет собой парк с замечательным ландшафтом, прудом, в котором есть рыба, и многочисленными местами для активного отдыха. Открытие Московского городского дворца пионеров и школьников состоялось в День защиты детей 1 июня в 1962 году. Комплекс стал образцом новой нарождающейся архитектуры. Свободная планировка здания, четко выверенная связь между отдельными тематическими корпусами, панорамное стекление. Изысканность дворцу добавила его декоративное оформление. Глухие фасады торцевой части были декорированы выразительными панно. Пространство стены у главного входа оформили ярким геометрическим рисунком с пролетарской атрибутикой и символами. Внутренние помещения украсили различными по форме скульптурными композициями. Здание Всесоюзного Центрального Совета Профессиональных Союзов 1936 года постройки по адресу Ленинский проспект, дом 42. Этот проект изначально должен был стать общежитием коммунистического вуза. И строили его совершенно в другом стиле. Аскетичное здание простояло нетронутым несколько лет. А затем архитектора попросили все полностью переделать. Власть резко пересмотрела свое мнение насчет социалистически правильного городостроительства. В итоге бывшее общежитие превратилось в один из ярких образцов ранней сталинской архитектуры, в котором сейчас сидят профсоюзы. В 1987 году признан памятником архитектуры советского времени. Дом Горбачева По правой стороне улицы Косыгина, где начинается парк Воробьевы горы, находятся два дома бывшей советской партийной элиты. 1969 года постройки, в одном из которых жил президент СССР Михаил Горбачев. Памятник Гагарину является неоспоримым символом района. Он установлен к Олимпиаде в 1980 году в центре площади Гагарина, которая до 1968 года была площадью у Калужской заставы. Место для установки памятника выбрано не случайно. Именно по Ленинскому проспекту Юрий Гагарин въехал в город из аэропорта Внуково, чтобы сделать доклад в ЦК КПСС об итогах первого полета в космос. По замыслу авторов монумента памятник должно быть видно от МКАД. Считается, что при смещении монумента в любую сторону авторский замысел нарушится. Современный Гагаринский район распланирован как единый массив. Территорию района пронизывают три магистрали. Ленинский – это самый длинный московский проспект, который протянулся на 14 километров, соединяет центр Москвы с аэропортом Внуково. Своё название получил в 1957 году. Проспект Вернадского протяжённостью 8 километров, построенный в 1950-е годы. Благодаря крупным магистралям хорошо связан с другими районами города. Проспекты обеспечивают быстрый проезд в центр. Возможность перемещаться внутри района создаёт сетка перпендикулярных друг другу улиц. Многие из них названы в честь выдающихся деятелей науки. Здесь есть улица генетика-селекционера Вавилова, геолога Губкина, химиков Зелинского и Несмеянова, инженера-металлурга Бардина, математика Люпунова. На территории Гагаринского действуют три станции метро – Ленинский проспект, университет и Воробьёвы горы. Это единственная станция, расположена на мосту. А также станция МЦК площадь Гагарина. Несмотря на плотную застройку и наличие нескольких окружных магистралей, Гагаринский район достаточно зелёный, с относительно чистым воздухом. Район охватывает почти треть природного заказника Воробьёвы горы с Андреевской набережной, расположенной между Андреевским мостом и Лужнецким метромостом. В 2017 году на набережной привели в порядок газоны, установили деревянные лавочки, обустроили велодорожку длиной более полутора километров. Особенно прекрасна прогулочная зона по вечерам. Среди деревьев установили новые уличные фонари, загорающиеся с приходом темноты разными цветами. Как и весь Юзао, Гагаринский считается главным научным кластером Москвы. Здесь расположены Российская академия наук, 44 научно-исследовательских института, Российский государственный университет нефти и газа имени Губкина. По площади занимает 90 место из 129, считается маленьким. При этом 44 место по плотности застройки и относятся к густозаселенным. В районе комфортная среда обитания и богатая инфраструктура. Гагаринский построен и спроектирован очень грамотными архитекторами. Большая часть домов – это архитектура 1950-х годов с огромными дворами и небольшой этажностью. Вторичный рынок жилья Гагаринского района представлен в основном качественной послевоенной застройкой и более поздними кирпичными многоэтажками. Такая однородность жилого фонда при его высоком качестве – редкость даже для центральных районов столицы. В Гагаринском районе большое число сталина. Почти 60% всего жилья составляют кирпичные дома до 1960 года постройки. А панельных и блочных домов вместе взятых не более 5% от общего числа. Как следствие, в районе почти нет малогабаритных квартир. В 2000-е годы район активно застраивался дорогим жильем, преимущественно многоэтажным с просторными квартирами. Шесть домов входит в программу реновации. По адресу Ломоносовский проспект, дом 7, корпус 2 и 3. А также по улице Панферова дом 3, дом 5, корпус 1, дом 7, корпус 1 и дом номер 9. Все здания будут снесены до 2032 года, что означает их полное расселение. До новых встреч и самое главное будьте здоровы! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok